Когда пробуждаются демоны Глава 11. Абигейл Она, Сиренити Свит, наша лучшая волшебница на данный момент. И магия продолжалась. Хотя Абигейл могла творить великие дела, Сиренити была способна использовать заклинания огромной силы. Они могли быть в три раза мощнее, чем те, которые творила Абигейл. Она, Черри Орчардс, наш доктор в каком-то смысле. Она не раз спасала нас. Может быть, она и не сильно выделялась. Но она помогла изгнать Бафомета. И кто там у нас остался? Так это Айви Лав. Благодаря ей мы нашли Стевана. Она была причиной побудившей Стефана передать Арейдму после спасения, который он почувствовал, что пришло время сбежать из Тимофаба и спасти свою племянницу. Приятно познакомиться с вами. Формион, Абигейл и, ну, малыш, который постоянно молчит. Вероятно, он парень малышки Абигейл. Что? Нет, нет. Я, я Хэви Рейн. Бедняга чувствовал, что он был лишним в этом месте. Но ему удалось стать лучшим и сильнейшим воином Новоспэм. Даже Абигейл не была на его уровне. Но не в состоянии говорить плохо или причинить какой-либо вред своей драгоценной Абигейл. Абигейл никогда в этом не признается, но она стала бояться силы Хэви Рейна. То, что Абигейл была очень импульсивной и безрассудной, когда сталкивалась с кем-то лицом к лицу, было тем, что заставило его стать сильным. Конечно, ты тоже оказал ему помощь. Ничего из того, что кто-то из наших дал другим. Конечно, а красная магия, которая свела его с ума? Он попросил меня об этом. Я предупредил его об опасности. После встречи с выжившими, Абигейл попросил Астафана ответить на несколько вопросов о конфликте между Стэм и Тимахбабом. Вопреки тому, что вы думаете, не все пони в вашем городе были полностью хорошими. В отличие от нас, которые остаются только в нашем королевстве, у них были и странствующие пони, которые перемещались по всему миру, заключая соглашение с другими, отслеживая и собирая информацию, как я понимаю. Моя старшая сестра рассказала мне, что ее мать много путешествовала. Путешественник по миру! Что? Прозвучала как скороговорка. Тот, кто путешествует по миру, если говорить на нашем языке, мисс Абигейл. Я знаю, что мы должны испекать разговоров на нашем родном языке. И как ты должно быть знаешь, запрещено говорить на нем за пределами нашего королевства. Но я чувствую, что разговор между нами с его помощью будет более удобным. Прости, ты не говоришь на нашем родном языке? Я думаю, что это так. Это не имеет значения. Я думаю, так даже лучше. Тебя было бы легче обнаружить, если бы ты случайно заговорила на нашем языке. Мудрое решение твоей семьи. Почему ты говоришь, что не все с Пэм были хорошими? Я говорю о высшем руководстве СПэма. Более всего, о понтифике Кроули, который оттофал приказы путешественникам и Санта Армео. Последние были, как мы, рыцари Ариэтма, но только и СПэма. Кофарят, что он планировал расширить свои владения и сохранить контроль над всем так, чтобы никто этого не заметил. Что-то особенное в магии СПэмов заключается в том, что их магия специализировалась не только на защите, но и на манипулировании сознанием. Киката часто делает пророчества, одно из которых заключалось в том, что СПэм заберут так много власти, что в конечном итоге нападут на Тимохпап и подавят его. Я думаю, у нее паранойя. Теперь она хочет избежать пророчества под названием «Когда демоны пробуждаются», что бы это ни значило. Страх попутил Кикату попытаться убедить короля нанести первый утарь, но ей это не уталось, пока не произошел инцидент. Какой инцидент? Краша магии, которая в шлемах СПэма поставила бы под угрозу Тимохпап. Эта магия находится в книгах, которые у тебя есть. Значит, Амдустас украл их? Верно. Это была причина, по которой Киката убедила короля напасть. Благодаря ему мой город, моя семья. Не торопись. Киката могла позволить им собрать их. Это было очень удобно. И чего многие из нас не понимают, так это почему Амдустас поступил так, поскольку он проявлял большую преданность королю. Ну и ты также можешь подыграть Амдустасу. Посволь ему поверить, что ты сделаешь то, что он тебе скажет. И когда у тебя появится шанс, ты поймешь, что есть несколько способов избавиться от демона. Просто держи его под присмотром в городе и подальше от всего. Посволь ему создать свою собственную тюрьму, прежде чем ты решишь избавляться от него или нет. Это хороший самысел. И ты будешь знать, что делать. Ммм, убогий. Именно он подал ей эту идею. Мне удалось одурачить тебя, дегенерат. Я также прошу тебя иметь в виду, что не все в темах папи плохие. Точно так же, как не все с Пэм были хорошими. Подожди, ты уходишь? Я должен утолиться в целях безопасности, фраулина Абигейл. Пока нам лучше ничего не говорить остальным. Спасибо, Хавирейн. Я знала, что могу доверять тебе. Итак, Абигейл, Блотча был прав. Возможно, он не так уж и не прав в других своих словах. Он может быть немного перегибающим палку, но он хороший друг. Думаю, я тоже могу ему доверять. Вы оба мило выглядите. Будете милой парой. Заткнись! Было очевидно, что эти двое очень понравились друг другу. С того момента, как увидели друг друга... Абигейл уже получила необходимую помощь. Но сначала ей нужно было поговорить с Амдусасом. Попросить его помочь ей защитить город. Однако, он долгое время не отвечал на ее призыв. Как ты думаешь, с ним все в порядке? Он должно быть занят. Возможно, заканчивает работу над нужным нам бедальоном. Это тебя беспокоит? Нет. Хотя Абигейл уже знала, что причиной несчастья ее семье был Амдусас, Амдусас, будучи такой юной, она не могла не испытывать благодарности к тому, кто заботился о ней в течение нескольких лет. Но Амдусас также сделал свое дело с разумом маленькой девочки, чтобы она никаким образом не возненавидела его. И не надо. Я уже говорил, что он кровавый ублюдок, подлец, мерзавец, циник, предатель, эгоист, раздражительный, свинья, амбициозный, социопат, трусливый, дегенерат, идиот, слабоумный, тупица. Я уже поняла, что тебе не нравится Амдусас. Он мне совсем не нравится, но это не меняет того, кто он есть. Абигейл, Эппл Три! Это Хэверейн? Что же случилось? Неужели снова Геката? Еще очень рано, но что-то измененное слышно. Так что, возможно, она помнит, что я не могу ее воспринимать. Геката, Геката здесь, и она схватила блочи. Блочи? Ситуация достала Абигейл врасплох. Геката приехала в город с целью найти и уничтожить выживших. Эппл Три, нам лучше убраться отсюда прямо сейчас. Чего она хочет от блочи? Она хочет использовать его, чтобы узнать, где находятся выжившие. Ты монстр! Ты и все твои лакеи, единороги и пегасы! Если ты не будешь служить мне, значит, ты не нужен мне живым. Так что, никто не будет говорить. Я думаю, что казнь некоторых жеребят заставит тебя задуматься. А теперь расскажи мне об этих заблудших пони. Помни, что ты вынудил меня. Нет! Абигейл, ради большей цели, которую ты хочешь, не делай глупостей. Странное это шоу, однако говоришь о нем. Ты буквально каждый день, и тебе совсем не лень. Этот путь неясен, к стаду ты примкнуть согласен. Передача для детей, как ты гордишься ей. Подумай головой, мультик розовый такой, время стоит уберечь. Продолжение следует...